всем привет сегодня я расскажу о камере который я в основном сейчас использую для влогов для каких-то проходок чтобы записать и звук и себя это gopro 8 вот реально так я и с собой и ношу лежит во внутреннем кармане в пакетике и все что для нее еще требуется это пару запасных аккумуляторов тоже в кармане лежат вот они аккумуляторы желательно использовать родные gopro потому что другие неродные могут внезапно выключиться сейчас сентябрь 2020 и в общем то как она вышла я ее практически сразу купил и использовал весь полевой сезон и все обзоры большая часть обзоров которые я снял 2020 выходили с используя с использованием вот я делал с использованием этой камеры у нее вот нет теперь рамочки которую нужно снимать надевать это большой плюс и это очень удобно и прямо можно сразу крепление вот к этим ушкам закрепите все то есть реальная в 95 процентов случаев именно так ее использую и буквально в редких исключениях могу прикрутить еще для удобства ручку но я обычно это не делаю потому что лень это делать ну вот например вот такую ручку ты себя потом просто снимаю небольшой минус из-за того что я держу обычно без ручки вот за эту штучку за этот адаптер то что когда я поворачиваю в руках скрип может передаваться и записываться в качестве звука ну вот просто для примера проходки вот сейчас вниз спускаюсь иду говорю и держу просто за штучку снизу камеру за этот адаптер для штатива и вот когда я вот так вот кручу вот он пусть у вас повернул может он немножечко вот скрипит я даже сейчас слышу наверняка звук это записывается ветерок подул посмотрим как с ветром будет и держу я примерно на вытянутой руке немного на согнута так вот получается вот такой кадр спускаюсь с горки о ветер прям задувает должен быть наверно звук испорчен ну заодно послушаем как это будет звучать включаем можно кстати сразу запись нажимать но я предпочитаю все таки включить и проверить и использую я режим стандарт 4к широкий угол 30 кадров в секунду и максимальная стабилизация вот такой режиме использую ну и собственно вот вот так вот поехали ну и собственно вот вот так вот поехали я вижу на экранчике что идет запись вот сейчас попробую показать вижу что идет запись это самое главное и плюс еще большой в этом что нет спереди экранчик отображения он здесь сзади плюс в том что я не не пялюсь в экранчик а я смотрю непосредственно всегда в камеру в объектив вот ну и краем глаза контролирую что происходит запись вот а долгое время я использовал вот такую систему вот она это gopro hero 4 black так с ветрозащитой вот такой я сам ее тут надел немножко обрезал чтобы она не цепляла вот этот электронный стабилизатор ну и видите рычажок такой удобный но все равно все вот это нужно собирать все это нужно собирать и это неудобно когда ты идешь к какой-нибудь такое место например в болото забродных сапогах вот и естественно я по умолчанию не беру с собой вот этот стабилизатор и потом приходится отдельно еще ходить вот чтобы ну а ходить за электрон стабилизатором чтобы что-то интересное снять вот в общем то мне этот стабилизатор верой и правдой служил по моему года два и даже больше он и сейчас работает вот но потом я купил уже телефон который хорошо пишет запись где хорошую качественную запись видео делать и для него купил вот такой стабилизатор атом даже хотел сделать на него обзор купил вон в январе по моему 2020 года настолько вот он мне тоже понравился вот но потом практически уже сразу в феврале или в марте я не помню купил gopro 8 и начал пробовать снимать на нее обзоры и понял что мне собственно говоря больше ничего и не надо ну как не надо конечно вот есть один недостаток о gopro без насадки макро линзы она не может снимать макро ну и плюс еще без ветрозащиты сейчас вот легкий ветерок дует возможно есть вот эти порывы на записи звука а сейчас я покажу где заканчивается минимальная дистанция фокусировки то есть широкий угол она очень хорошо показывает так вот атом вот электронный стабилизатор фитек и вот мы приближаемся приближаемся и видно что уже уже фокус уходит и вот как раз когда я показываю где-нибудь гнездо с яйцами с маленькими мне вот не хватает макросъемки и вот как раз для таких случаев я уже использую левый карман в котором у меня лежит вот samsung с 10 плюс вот у него две фронтальных камеры и сзади три камеры в том числе одна макросъемка очень хорошая 4к и в общем то я использую телефон плюс вот gopro gopro просто она реально удобнее телефон тоже имеет влагозащиту но gopro прям вообще можно в воду уронить и в грязь и я уже и уронял вот и самое главное что что здесь вот звук уже прям хороший он был очень хороший gopro хиро 4 black вот а начиная с gopro 5 black и в gopro 6 black звук был гораздо хуже он такой глухой вот видимо из-за того что имеет влагозащиту сразу камера встроена так в gopro 7 уже это немного поправили но она слишком глючный вот для таких коротких записей она прям прямо постоянно виснет только начинаешь писать видео и она виснет вот а так там электронная стабилизация в gopro 7 тоже хорошая gopro 7 black вот и в этом плане gopro 8 black как раз лучше она меньше глючит она не безглючная но вот именно в плане использования в качестве коротких записей влогов там 10 15 20 минут пожалуйста пишешь ну и причем опять же если ты увидишь что она заглючила просто вынул вставил аккумулятор и поехал дальше блоги я пишу все в 4к 30 кадров в секунду потому что в этом режиме получается использовать максимальную электронную стабилизацию и здесь она работает просто потрясающих gopro 8 я даже цеплял на вот такую сэлфи палку эту камеру и ехал из машины прям снимал проездки тоже отдельно покажу эти ролики прям на голос наложу вот и можете посмотреть как круто она стабилизирует мне стабилизация электронный gopro нравится даже больше чем стабилизация с помощью вот этих вот таких приспособлений гимбалов всяких вот таких потому что там какие-то движения видны на таких электронных на таких вот стабилизаторах вот а цифровая стабилизация внутри камеры я даже не знаю как они это сделали но просто вот картинка так как я хочу ее видеть вот а то что касается использования этой камеры в качестве постоянной для наблюдений нет она тоже перегревается и выключается особенно в максимальных режимах я буквально попробовал вот этот 4к 60 кадров в секунду поставить около лужи с на которой собирали грязь ласточки и она вырубилась прям через 2 или 3 минуты вот это не 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 рабочий режим ну в общем то вот этот режим 4к 60 кадров 50 кадров в секунду он прямо на грани возможности и он также нормально не работает ни на gopro 6 ни на gopro 7 вот ну хотя конечно качество картинки пока напишет и кадры в секунду они честные и хорошие если бы вот не глючность можно было использовать еще один хороший режим который возможно кого заинтересует это gopro хорошо снимает таймлапсы и склеивает прямо в камере очень плавно без всякого фликера знаете мерцание экспозиции ничего отдельно настраивать не надо сразу на выходе получаем хорошую картинку я снимал облака вот для сравнения например такой же режим в Panasonic GH5 а это извините беззеркальная камера которая стоит как несколько вот таких вот она хуже склеивает там видны прыганье экспозиции даже если ты это все настроишь как нужно а это очень хорошо снимает таймлапс то есть можно вот такие подсъемки делать единственное конечно желательно для этого внешнее питание подключить и тут вот есть недочет как раз в этом плане стандартная крышечка которая идет боковая ее если ты открываешь то открываешь практически полностью и подключаешь внешнее питание вот но можно ее снять и вместо нее купить другую со специальным отверстием под провод питания еще момент она все-таки отличается от формата gopro 5 black 6 black 7 black и поэтому макро адаптеры для колец не подходит для этой камеры вот это тоже такой небольшой недостаток то есть мне для съемки макро около гнезд например нужно покупать отдельный адаптер под именно эту камеру вспомнил еще один режим который я иногда использую это не широкоугольный формат а режим L это когда нет искажений по краям вот но я использую не столько для того чтобы не было искажений и больше была картинка похожа на то что снято камерой с нормальным фокусным расстоянием там 50-100 миллиметров а сколько для того чтобы приблизить немного объект снимаемый например когда подкрадываюсь к какому-нибудь следку сидящему на веточке каким-нибудь птенцам они то в общем маленькие ну и чтобы он был немного покрупнее вот для этого я использую этот режим плюс соответственно включенный режим электронной стабилизации он тоже немножечко крупняет итак общий вывод по камере GoPro Hero 8 Black хороший звук причем есть базовое погашение порывов ветра естественно если ветер очень сильный то это не помогает прекрасная картинка встроенная влагозащита не нужно дополнительной рамки сразу можно прикрутить вот это вот классическое крепление GoPro прекрасная электронная стабилизация что позволяет ее использовать как экшн камеру без дополнительных электронных стабилизаторов габаритных вот ну и маленький минус что все таки она не безглючная но достаточно безглючная для того чтобы писать влог небольшими отрывками с вами был Василий Вишневский всем пока всем добра все таки в принципе вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok